Меня всегда восхищало, когда я наблюдал в огромных аудиториях, когда вы начинали валить, заставлять падать людей, причем не одного-двух, не пять-десять, не двадцать-тридцать, а сто-двести-триста. Это производит большое впечатление, я вам честно скажу. За счет чего? Как эти люди падают? Почему они падают все подряд? Знаете, я в 2003 году выступал в Кривом Роге, и вдруг ко мне пришло такое интуитивное чувство, зал огромнейший, людей много, пять тысяч человек. Причем одна часть сидела, а другие стояли перед сценой, там где-то было, наверное, больше двух тысяч. И вдруг пришло ко мне такое чувство, такая мысль, что мне нужно моментально что-то сделать, сделать очень яркий свет какой-то, и все. Поверьте, я сделал это выступление за шесть минут. Засекли. Я говорю, засекайте, никакой музыки, ничего. Вышел, и сразу стал ронять, и несколько тысячек упало. Как? Как упало? Нет, как упало, я видел, как они упали. Ну, падают, еще как падают. Плашмя вот так. И падают, и так, и склонившись. Я вот сейчас был в Кливленде, так, и на носилках принесли одного больного, у которого диски выпали. И потом его как-то усадили, и он сидел. И я когда стал кидать, я там тоже не стеснялся. Я говорю, слушайте, вы, американцы, вот если вы скажете, что у вас синяк возник, подойдите на меня в суд. Вы сегодня сказали, я завтра на самолет и в Москву. Ищите меня в Москве. Мне там ваши американские законы не достанут. Вот. И я его бросил. Он грохнулся, и все. Лежал вместе со всеми. А потом, когда все встали, он встал. Все позвонки встали на место. Потому что в момент падения, он где-то был слишком отвлечен. Вот, например, когда дерутся, они не чувствуют, что их там кто-то ударяет. Какой механизм? Как люди падают? И почему вы потом же ходите и наступаете им к облукам на руки, на ноги? Ну, я показываю, что у них наступает анестезия. Они обезболены. Вот. Вы знаете, это наработано за многие годы. Раз. Во-вторых, соответственно, сейчас ситуация возникает такая, что я к этому как бы настраиваю. Всегда надо, имеет значение предварительный настрой. Но чем он более невидимый и неслышимый, ситуационный, то тем лучше. Вот так. Вы знаете, даже бывают случаи, я помню, однажды одну женщину поставил на стол. Ну, стол такой длинный. И я такую отмашку сделал, чтобы она упала. Ну, куда? На стол. Вперед. Что она делает? Что-то в голове у нее перекрутилось, и она вдруг падает. Вот так. Руки пошла. Куда? Со стола. На пол. И что вы думаете? В ней сработало, как говорит Николай Михайлович, обезьяна. Тут уже и Дарвин. Вот. Ловкость предков первобытная. И она так упала, что она не разбилась, не разбила головы, ничего. И опыт бросания этот был большой. Он производит ошеломляющее впечатление. Я помню, тоже в одном из городов, кажется, в Украине. А мы, а мы, а мы, а мы, и в России. Я для того, чтобы сделать такой завод, чтобы завести людей показом необычного. А необычный это прокол. И человек не чувствует боли. Спицей, да? Да. Необычно это, когда человек падает плашмя на спину, не сгибаясь. Как натянутая струна. Да. Но, понимаете, все-таки лопатки ему ударяются раньше. Рефлекс срабатывает. А потом уже с такой высоты он ударяется затылком. Поэтому получается не страшно. Но сама акция упасть на спину сдерживать. Я знал, чемпионов Союза по акробатике не упасть не могли. Они где-то чуть приседали. Не получалось. И вот я поставил одного мужчину, другого, третьего. И вдруг в зале такой истошный крик. Стойте! Не остановился. Бежит женщина. Не бросайте его. Я так и подумал, что мама. Ну, думаю, ну, что ты разбираешься в моем искусстве? Я так махнул руку. И он как? Шарахнулся. И упал. Она подбегает ко мне. Побледневшая. Вы знаете, кто я такая? Я говорю, кто? Я врач-неерохирург. Это мой пациент. Я его неделю тому назад выписал из больницы. У нас было два месяца без сознания. У него был раздробленный затылок. После катастрофы. И вот вы его кинули. Я говорю, встать! Он скачал. Как дела? Хорошо. Ударился? Нет. Доложи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...